МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит идея, как получить деньги за то, что невозможно потрогать. Сможет ли Россия приватизировать интеллектуальную собственность? Что легче, допросить или опросить? Каково это сотруднику МВД быть репортером и наоборот? Эксперимент нашей программы. История, которая начиналась на чемоданах, из передвижного в стационарный, 80 лет исполнилась театру имени Карима Тинчурина. Национальная политика в России на неделе вновь стала одной из самых обсуждаемых вопросов. 4 ноября, в День народного единства, страна увидела, что в единстве мнения относительно национального вопроса мы еще далеки от идеала. В самых разных городах страны прошли так называемые русские марши. Прошли шумно, с нарушением законодательства. Как следствие, несколько сотен участников шествий были арестованы полицией. Лозунги и идеи, которые декларируют организаторы подобных мероприятий, чужды самой сути нашего государства. Многонациональность – это главная особенность России, ее богатство и показатель уникальности в мире. В этих условиях делить асфальт на наших и не наших, указывать на ущербность тех или иных этносов, по меньшей мере глупо, а по сути преступно. И самое опасное, когда тонкие межнациональные отношения оказываются инструментом политической игры. В среду этот вопрос был поднятый на встрече президента Владимира Путина с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Глава государства призвал политика воздержаться от провокационных высказываний. Последнее из них касалось Кавказа, когда Жириновский предложил ограничить рождаемость в данном регионе. Вот цитата из выступления лидера ЛДПР в программе «Поединок» от 24 октября. «Они должны рождать столько детей, сколько рождает в среднем человечество. Два, один, все. За третьего штраф. Не хотят ограничим, не хотят окружим колючей проволокой, не хотят закроем все, что можно, пусть сидят там». Владимир Путин 6 ноября потребовал от Жириновского ответственного подхода в работе с электоратом. «У меня к вам большая просьба. У вас устойчивый электорат, сложившийся уже за два десятилетия. Я думаю, что необходимости обращаться к отдельной части вашего электората для того, чтобы укрепить среди него свои позиции в ущерб фундаментальным интересам нашей страны. То, что вы предложили вот сейчас, это вполне реализуемая вещь. «Самое главное, чтобы все, мы соблюдали закон, чтобы искривили коррупцию во всех сферах, которые связаны с миграционной политикой. Добились от мигрантов и иммигрантов уважения, безусловного уважения наших законов, обычаев, культуры». Фундаментальные интересы – это в том числе и сохранение многонациональности нашей страны, о чем не раз говорил Владимир Путин в своих выступлениях. В частности, 19 сентября нынешнего года, выступая на заседании Валдайского клуба, Путин заявил следующее. «Ставя под вопрос нашу многонациональность, начиная эксплуатировать тему русского, татарского, кавказского, сибирского и какого угодно еще любого другого национализма и сепаратизма, мы встаем на пути своего генетического кода. По сути, начинаем уничтожать сами себя». О том, что межнациональными отношениями в России будут заниматься в новом формате, говорит и в выведении из структуры Минрегионразвития вопросов строительства и жилкомхоза. Аналитики в один голос заявляют, что теперь Министерство регионального развития полностью сосредоточится на гармонизации межэтнических вопросов. Подтвердила это, находясь в Казани, и председатель Совета Федерации России Валентина Мадвиенко. Вот что она сказала, отвечая на вопрос нашего корреспондента Инны Даниловой. «В таком многонациональном, многоконфессиональном государстве, каковым является Россия, должно быть некое ведомство, ведомство, которое бы занималось разработкой основ государственной политики в межнациональных отношениях. До этого ответственным органом в правительстве было Министерство регионального развития. Но учитывая загрузку и количество проблем, компетенции, которые были за Минрегионом, конечно, межнациональные отношения и национальная политика были, конечно, не на первом плане у этого министерства. Теперь Министерство регионального развития, у него останутся функции социально-экономического развития регионов, государственных программ и вопросы национальной политики. В этой ситуации, я думаю, что уже не нужно отдельное министерство, потому что теперь это одно из основных направлений Минрегиона. Я надеюсь, что появится вменяемый человек на должности заместителя министра и департаменты, которые будут это курировать и профессионально этим заниматься. А сейчас поговорим о том, что происходит в сельском хозяйстве. Конкретнее в сфере производства молока. Дела там обстоят, мягко говоря, непросто. В республике катастрофически падают надои. По сравнению с прошлым годом, в сутки мы получаем на 350 тонн меньше. Если смотреть ежедневную сводку Минсельхоза, она вся в красных тонах, а цифры в минусе. В Черемшанском районе с коровы получают 3 литра молока. У хорошего хозяина коза дает в два раза больше. Кстати, сегодня черемшанцы в самом хвосте списка с удручающими цифрами и, кажется, катятся в пропасть. Так ли это на самом деле? Какова ситуация с производством молока в целом? Выясняла Екатерина Белалова. Оперативную информацию о производстве молока Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана выкладывает практически каждый день. Так, согласно этим данным, на последнем месте пока находится Черемшанский район. Здесь валовый надой за день всего лишь 7,5 тонн. В то время как, для сравнения, к примеру, в Арском 130 тонн. Есть и такие фермы, которые можно отнести в черный список. Там надой на одну корову меньше 5 килограммов. К примеру, это хозяйство Алга находится в глухой деревне. Сюда даже не ездят из района администрации. Мы сами еле добрались. Коровник выглядит заброшенным. Да и хозяина поблизости просто нет. Полчаса по бездорожью в поисках хозяйства Алга. Только вперед, в надежде выяснить причину столь низкого надоя молока. Ответ виден невооруженным взглядом. Животные грязные, неухоженные, постройки разваливаются. До фермы без высоких резиновых сапог не добраться. А работники и двух слов связать не могут. Местные оказались не трезвыми, да еще жестокими. Лошадь с телегой увязли в грязи, а мужчина беспощадно хлещет бедное животное. В обществе с ограниченной ответственностью Алга царит полная бесхозяйственность. Но не все так плохо в Черемшанском районе. В соседней деревне пытается развиваться фермер Геннадий Макаров. Построил коровники, заготовил корм на зиму. О больших надоях говорить пока не приходится. Фермер только-только развивает молочное поголовье. У меня первотелки 5-6 литров. Поэтому я кроме этого еще купил от населения, которое хвалится, вот хорошие коровы по 23-26 литров дает. Вот таких коров штуки 4 взял, ну чтобы держаться. Мне вот в феврале отел были они, в январе они сейчас на запуске будут. У меня такой интервал будет сейчас, нулевый интервал. А кредита на нулевый интервал не бывает. Каждый месяц надо его платить. Геннадий Макаров стихийно открыл подворье еще зимой. Как рассказывает мужчина, его попросили это сделать и пообещали в администрации миллион рублей субсидий по программе «Семейная ферма». Предприниматель влез в долги, но денег так и не увидел. Районы власти до сих пор не оказали поддержку. Хотя, казалось бы, в непростых условиях именно таких людей надо бы поддержать. Тем более деньги на это есть. Они выделяются из республиканского бюджета. Вот посчитайте, в феврале я взял. Я уже год уже почти плачу этот кредит. Надеялся же я на этот, который 40% мне обратно дадут. А его до сих пор нет. Чтобы вот эту ферму построить, мне 5 кредитов. Куда мне делаться сейчас? Финансовые трудности коснулись и других ферм. В целом по району производство молока в этом году по сравнению с 2012 сократилось почти в 4,5 раза. Как объяснили нам в интервью, надои упали с уменьшением поголовья. Сотни коров отправили на мясокомбинат в связи с распространившимся туберкулезом. Тогда масштаб болезни скрыли, теперь пожинают плоды. Сделается большая работа по ликвидации очагов туберкулеза. Выполняется целый комплекс ветеринарных мероприятий по очистке территории ферм от навоза, по санитарной обработке, дезинфекционной обработке самих помещений и животноводческих комплексов. И надеемся, что эту работу мы до конца года выполним. Но когда будет восстановлено поголовье, никто сказать не может. Впрочем, Черемшанский район – район контрастов. На фоне таких затхлых хозяйств, как Алга, выделяются те, кто трудится и умеет достигать результатов, оберегать поголовье и получать продукцию. Фермер Хамза Хаматов считает, что работать надо с душой. Вовремя заготавливать корма, грамотно распределять финансы. У него почти тысячи голов крупнорогатого скота, еще 3,5 тысячи гектаров пашни. При этом ему все равно каждую весну приходится брать несколько миллионов в кредит и трудиться круглые сутки, чтобы надой молока и урожайности зерна были высокими. Я уже полчетвертого, здесь хозяйство. Я сам живу в соседней деревне, 3 километра по ливной дороге, а круговой 15 километров набирается. Вот я каждый день уже, пока доярка здесь нет, уже я прихожу, заферма уже здесь, а вход сделаем, все нормально, нормально, и потом тихонько доярка приходит. Я доярка встречаю, поздороваюсь, все, какие у них проблемы есть или что. Узнаю, и потом на другую бригаду уезжаю я. У меня два деревня – Новая Ельмова и Старая Ельмова. И так почти до полуночи летом фермер ездит домой только, чтобы переодеться. В хозяйстве трудится 45 человек. Каждому индивидуальный подход. Рабочих рук на селе остро не хватает, потому за теми, кто пристрастен к алкоголю, следит лично. Еще выше на дое, там, где высокие технологии, в Сабинском районе практически всю работу на ферме выполняют машины. Один робот может обслуживать до 70 коров. Люди в процессе получения молока не участвуют, они лишь следят за техникой. Животные сами заходят в отсек за комбикормом. Если корову уже доили, то робот ее выпускает. А если в первый раз, то машина специальным раствором обрабатывает вымя, и лишь после этого начинается дойка. 256 дойных коров. Обслуживает всего три человека. Благодаря нашим роботам фермер получает молоко без человеческого фактора. Коровы чувствуют себя непринужденно и свободно. Если посмотреть возле робота, всегда есть очередь, и коровы всегда хотят зайти и подоиться. Благодаря такой свободе передвижения, коровы чувствуют себя комфортно. В среднем они дают по 20 литров молока в сутки. Вот только расходы на такое хозяйство немаленькие. Роботизированная ферма обошлась хозяевам в 130 миллионов рублей и окупится нескоро. В среднем по Татарстану в день производится на 350 тонн молока меньше, чем в прошлом году. Резкое уменьшение объемов наблюдается во многих районах республики. Муслюмовском, Менделинском, Мамадырском, Нурладском и других, в том числе и у крупных холдингов. В Минсельгоспроде называют целый ряд причин такой статистики и не склонны драматизировать ситуацию. Снижение сегодня, да, она была сгенерирована, допустим, с последующих тех лет, когда у нас за счет засухи резко возросла себестоимость грубых сочных кормов. То есть кормить, это десятый год, если взять. С этим повлияло некоторое, конечно, и снижение поголовья. То есть вот на сегодняшний день из-за этого у нас, учитывая то, что еще и грязная погода, осенняя дождливая, такая затяжная погода сложилась в этом году, вот она в совокупности и так отразилась. Фермеров пока спасает только то, что закупочные расценки на молоко увеличены почти в два раза. В связи с этим глава Минсельхоза Татарстана призвал предпринимателей повысить зарплату доярок, от которых также зависит надои. Марат Ахметов напомнил, что субсидия на молоко в будущем году будут получать лишь те, кто не допускает падение производства этого полезного продукта. Екатерина Белалова, Адель Миндубаев, Александр Решеткин. Вести Татарстан. Конечно, в падении объемов производства молока свою роль играет и сезонность. Но когда даже в северных районах, таких как Сабы, Отня, Болтаси, стабильный рост, у остальных падение. Наверное, дело все-таки в отношении. Можно пенять на ВТО, большие расходы и прочее. А можно просто работать, не покладая рук. Понимая, что сельское хозяйство – это основа стабильности для всего региона, да и для каждого сельчанина. И еще есть традиции. Это когда к животным нужно относиться с душой. А не крыть матом, как это принято в Черемшанском районе. Между тем, в Татарстане на неделе вакантной оказалось кресло министра юстиции. Митхат Курманов, вернувшись из отпуска, обратился к президенту Рустаму Миниханову с просьбой об отставке. В тот же день, 7 ноября, президент подписал соответствующий указ с формулировкой «Освобожден от должности по собственному желанию». Мы уже рассказывали о скандале, в котором оказался замеженным сын Митхата Курманова Ильдар. Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве в 47 миллионов рублей. Митхат Курманов свое заявление об отставке объяснил тем, что этот шаг позволит ему иметь возможность принимать участие в защите своей семьи и восстановлении своего честного имени, а также прекратить разговоры о том, что он оказывает давление на следствие. Нам остается подождать, что скажет следствие. Тем более в день отставки министра глава МВД по Татарстану Артем Хохорин также высказал свое мнение по данному делу. Может так получиться, что дело-то окажется вовсе и не уголовным. Что будет с этим уголовным делом? Это еще вопрос. Я не исключаю, что в ходе расследования опять придут тому, что это гражданско-правовые отношения, дело будет прекращено. Но надо подождать, Следственный комитет дело расследует. В России дан официальный старт приватизации интеллектуальной собственности. И произошло это в Казани. Очень скоро в нашей стране появятся не только владельцы заводов, газет, пароходов, но и хозяева того или иного открытия и изобретения. Впрочем, в понятие интеллектуальной собственности будут входить не только научно-технические разработки, но и многое другое. Об этом шла речь на международном форуме, прошедшем в столице республики. В непростых интеллектуальных перипетиях разбиралась Инна Данилова. Здравствуйте. Лаборатория самых современных... Мы в лаборатории керамики технологического центра Казанского федерального университета, где была создана разработка, отмеченная премией в области науки и техники правительства России. Речь о керамике нового типа, сверхпрочной, например. Есть такое название керамиков. Клинкер. Клинкер от того, что звенит. Так она звенит, как металл. Материалы имеют прочность выше тысячи килограммов на квадрат на сантиметр. Керамические вазы и мозаика известны с достопамятных времен. Волжской Булгарии из нее делали не только посуду и произведения искусства, но и трубы централизованного отопления. Из керамики 21 века производят облицовочный кирпич, плитку, черепицу и покрытие для мостовых. Мы можем с вами сделать прекрасную, причем в разных цветах, покрытие мостовую. Эта мостовая никогда не будет выгорать. Это цвет минерала, это не цвет какого-то красителя, пигмента. Все объекты универсиады облицованы кирпичом, который опирается на наши, в том числе на наши разработки. Один из проектов лаборатории высоковязкой нефти и битума в создании сверхпрочного дорожного покрытия, способного десятилетиями служить без ремонта. В течение двух лет нам удалось разработать эту технологию, провести расширенные лабораторные испытания, перевести их в разряд промышленных испытаний и таким образом получить опытный образец уже в промышленных условиях этого модифицированного битума и уложить опытный участок дороги. В перспективе создание предприятий по промышленному выпуску этого наноматериала. Тогда дороги с таким покрытием появятся на федеральных и региональных трассах в сельской глубинке. Лазеры нового типа в центре внимания в этой лаборатории. Область их применения от медицины до машиностроения. Заниматься научными исследованиями в этой лаборатории, где, как вы видите, все постоянно мерцает, можно только вот в таких вот специальных очках. А иначе нанесешь непоправимый урон зрению. Но что любопытно, стекла для них также делают в одной из соседних лабораторий центра. А еще там делают такие вот стеклопакеты с особым покрытием, позволяющим сохранять тепло для окон, балконов и не только. И мы даже хотим рассмотреть предложение, это вот здесь уже чисто такой макет, для применения в теплицах. То есть если закрыть теплицу, покрыть таким стеклом, то получается солнечное излучение попадает внутрь солнечных лучей, а обратно уже инфракрасное излучение не выходит, то есть тепло сохраняется внутри теплицы. Татарстан в лидерах в стране по количеству заявок на внедрение новых идей и их воплощению в жизнь. Цель достичь таких же впечатляющих результатов и в стране в целом. Пока же на мировом рынке доля российских научных разработок мизерна. И дело не в отсутствии гениальных идей, а в том, что они остаются на бумаге. 75% всех изобретений финансируется из государственного бюджета. И то же самое происходит в регионах. Регионы выделяют определенные средства для финансирования изобретательской инновационной деятельности. И, к сожалению, все полученные результаты, они хранятся на полках. Потому что государство в данном случае не очень эффективный собственник. И государству гораздо труднее внедрять изобретения и инновации в реальную экономику, промышленность. И, безусловно, это лучше будет делать бизнес. А потому государство готово отдать права на изобретение предприятиям или обычным гражданам. Причем бесплатно. Условие одно. Эти ноу-хау должны притворяться в жизнь. Задача создать класс эффективных собственников. И регионы вслед за Татарстаном должны подхватить инициативу центра. Главное выработать четкие правила игры. Должна быть некая вертикаль, центр ответственности. И все регионы должны быть интегрированы в эту систему. На самом деле уже многие вещи сделаны. Что касается передачи тех разработок, которые сделаны за счет государственных или субъектов, я целиком полностью согласен. Другое дело сегодня, насколько они реализуемы. Вот эта задача, конечно, сложная. Поэтому надо ввести некий индикатор, сколько у нас разработок и какой эффект. Таким образом, в Казани вслед за приватизацией недвижимости дан старт приватизации интеллектуальной собственности в России. Думаю, что это очень актуально. Особенно тогда, когда Россия вступила в ВТО, во Всемирную торговую организацию. Нам еще предстоит и федеральное законодательство, на мой взгляд, и региональные наши законы, перелопатить основательно с тем, чтобы их адаптировать к требованиям Всемирной торговой организации, вписаться грамотно в них и не останавливаясь в развитии, надо будет двигаться вперед. Причем в понятие интеллектуальной собственности отныне будут входить не только научно-технические изобретения и открытия, но и креативные идеи в области искусства, народного творчества, туризма и даже географические названия, бренды. Геобрендинг очень развит на Западе и теперь за него всерьез взялись и в России. Инна Данилова, Ленар Хабибуллин и Адельмин Дубаев. Вести. Татарстан. Вы смотрите программу Вести. Татарстан. События недели. Продолжаем выпуск. Свидетелем старта корабля «Союз» с Олимпийским огнем на борту стала студентка из Татарстана Регина Шайдуллина. Она в числе победителей окружного форума «Айволга». Форум прошел летом в Самарской области. Он объединил молодых ребят округа с нестандартным инновационным мышлением. Формат определил президент страны. Реализация была возложена на полпредов в округах. Приволжский округ стал первым в этом деле. Полпредпрезидента Михаил Бабич пообещал, что следующий форум охватит еще больше участников, которые предложат интересные проекты. Ну а в качестве одной из наград победителей нынешнего конкурса получили путевку на Байконур. Впечатления оказались действительно незабываемыми. Татарстан самый спокойный в криминогенном отношении регион страны. Об этом на неделе заявил министр МВД Артем Хохорин. В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел России он провел большую пресс-конференцию у наших коллег в агентстве «Татаринформ». В республике отмечен самый низкий уровень преступности за последние 20 лет. Безусловно, этому поспособствовала универсиада, когда правопорядок у нас охраняло беспрецедентное количество человек. Но и каждодневная работа тоже важна. В этом убедился наш корреспондент Алмаз Хакимов. Он не только сам почувствовал, каково это быть полицейским, но и предложил старшему лейтенанту Наилю Мухаммадиеву вжиться в образ репортера. Эксперимент нашей программы. Наил Мухаммадиев в системе МВД 10 лет. Начинал с рядового, а сейчас старший лейтенант инспектора взвода патрульно-постовой службы Казани. Его экипаж следит за порядком в Новосавиновском районе города. Сегодня мы предложили Наилю сменить форму и должность и стать репортером. Вот ваш пропуск на сегодня. Вы сегодня у нас в качестве начинающего журналиста. Спасибо большое. Сейчас все, что на вас. Стараюсь оправдать ваши надежды. В вашем материале должны быть ответы людей, которые будут говорить, знают они или не знают о том вообще, когда проводится день милиции. И чем отличается полиция от милиции. Хорошо. Наил, вот тебе радиомикрофон. Он работает раз-раз? Да. Давай, пошли на влицопрос. Все, пойдем. Вместе с Наилем отправляемся на московский рынок. Здесь всегда оживленно и место считается лучшим для опроса населения. Полиция от милиции чем отличается? Задачи, цели одни и те же. Чтобы умириться, чтобы полиция. Но полиция ведь во всем мире называется полиция. Поэтому, наверное, и Россия решила не отставать. Когда у нас день полиции отмечается? Честно говоря, не в курсе. Отказ в интервью в работе репортера не редкость. Наил так увлекся работой, что не хотел покидать съемочную площадку. Материал собран. Отправляемся на студию для просмотра. Здравствуйте, девушки. У всех не дали вопрос. Когда у нас отмечается день органов сотрудников полиции? Я считаю, что прекрасно Наил справился с задачей. Его профессиональные навыки, основная профессия. Мне кажется, тут мы даже пошли на пользу, потому что так настойчиво подходили к людям. Мы уверены, что они не смогли даже отказать. Практически никто от вас не убежал. Все поймали. Итак, старший лейтенант Наил попробовал себя в роли репортера. Я репортер. Сейчас попробую себя в роли сотрудника патрульно-постовой службы. Время 6 вечера. Мы заступаем на службу. Что ж, буду учиться. Как сотруднику ППС мне выдают форму. Меняем одежду. Садимся в машину. Сообщаем дежурному о выходе на смену. И принимаем первый вызов. Заявляет, что в 2-4-й квартире ломают дверь. Сейчас поступил сигнал о том, что в одну из квартир этого дома пытаются проникнуть неизвестные. Для безопасности мы надели жилет. Кто пинал эту квартиру? Квартир я не вышла, я боялся. И что, какой-то запах волос. А он сидит дома. Вот они дорожки. Сейчас отработано. Здравствуйте, патрульник ППС, служба сержанта Щеккова. Голову свою поднимите, пожалуйста. Экипажам принято решение вызвать на место скорую помощь. У кого он, по-моему? Давайте пройдемте в машину. По словам молодого человека, его избили на улице. Он пытался зайти к родственникам за помощью, но перепутал подъезды. Первый вызов отработан. Пострадавшего отвезли в 7-ю городскую больницу с потрясением головного мозга. Сейчас ждем другие вызовы. Пешие патрулирование также входят в обязанности сотрудников ППС. Полицейские заходят в темные дворы, где, как правило, собираются маргинальные личности. Неожиданная находка около забора детской площадки. Упала пожилая женщина. Здравствуйте, кто пучел? Кто, что ли? Я с уставом горболею. Вы где-то здесь рядом живете? Да вот, из-за дома. Вот ваш палочка. Палочка возьми, пожалуйста. Давайте мы вас сопроводим до дома. Давайте, все аккуратно. Скорую вызывать не стали. Проводили домой. По дороге беседа. Сотрудники патрульно-постовой службы выступают еще и в роли психолога. Успокаивают. Правильно, правильно, правильно. Давайте мы вас проводим. Еще один вызов. Порча автомобиля. Мужчина разбил боковые зеркала и вывернул дворники. Все эти события произошли за два часа дежурства. И кто знает, если бы не эти люди в погонах, что бы произошло с бабушкой, пострадавшим от драки молодым человеком и всем тем, кто звонит в 02. Побывав в роли полицейского, понимаешь, насколько их работа и опасна, и трудна. Алмаз Хакимов, Наиль Мухмадиев, Адель Миндубаев, Тимур Гатаулин. Вести Татарстан. Еще одна знаменательная дата уже для татарской национальной культуры. 80 лет исполнилась Государственному театру драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Свою историю они начинали в далеком 33-м. Это был передвижной коллектив, который колесил по городам и селам, принося свое творчество и радость в самые отдаленные уголки республики и страны. Наверное, поэтому и по сей день в постановках этого театра особый дух, особая душа, особая близость к народу. Сегодня, 80-летие, коллектив встречает в современных условиях, в историческом здании. Какие тайны скрывают стены Тинчуринского и чем живут артисты, нам расскажет Екатерина Сударева. Театр возник по призыву Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников в 1933 году по личной инициативе Карима Тинчурина. Сначала был филиалом Татарского государственного академического театра. За годы коллектив прошел большой и трудный путь становления от колхозно-совхозного до республиканского передвижного. И, наконец, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. За 80 лет истории театра Тинчурина было немало трудных периодов. Пожалуй, самое сложное время – военное. Тогда, в 1941-м, на фронт ушли все актеры-мужчины. Но театр не закрылся. Продолжал работать. В новое время серьезным испытанием для театра стал большой ремонт. Здание Тинчурина построили в 1850-м. Директор Фанис Мусагита вспоминает – сначала здесь хотели сделать лишь косметический ремонт. Но оказалось, что этого недостаточно. Первый ремонт мы начали в 2006-м году. Но сначала хотели только так, косметический ремонт. Когда наш президент Рустамин Ралевич пришел и начал обход делать. Первый раз думали косметический ремонт сделать, подкрасить. Но когда уже начали скрывать полы и скрывать, так скажем, стены, он сам посмотрел и сказал еще углубленный делать этот ремонт. Капитальный ремонт делали 3,5 года. Полностью поменяли перекрытия, обновили стены и потолки. Вложенные труд и средства не были напрасными. Этот зал был захламлен. Здесь находились несколько служебных кабинетов. Когда снесли перегородки, расчистили пространство, стало слышно, как от стен уникальным образом отражается звук. Великолепная акустика, акустика средневекового храма. Поэтому грех не использовать ее. Я долго облизывался на это пространство, думал, что нужно поставить какой-то спектакль. И когда пришел к выводу, что Шекспир и это большое фойе совместимы, премьера этого спектакля доказала, что да, мы были правы, когда выбрали это пространство для этого спектакля. Акустика средневекового храма идеально подошла для постановки Гамлета. Здесь в большом фойе нет сцены. Зрители рядом с актерами, как будто принимают участие. В банке из-под селедки искусственные усы. Самый взрослый актер Тинчуринского Наиль Шахидинов готовится к выходу на сцену. Постановка Гайфи Бабай «Женись давай». 72-летний артист играет Гайфи Бабай и уверяет, состариться помогают усы, а до 74-летнего героя комедии ему еще далеко. Ведь у актера всегда были поклонницы. В минувшую пятницу тинчуринцы принимали поздравления. Коллеги, друзья и, конечно, преданные зрители пожелали им творческого долголетия. Пища духовная, которую они создают, была и остается важным составляющим звеном татарской национальной культуры, как показатель достойного труда, признания заслуг старейших и молодых сотрудников. Режиссеры и актеры всегда ищут новое, вдохновляются старыми театральными традициями Карима Тинчурина и придумывают новые формы для постановок. Таким образом, эта сцена остается одной из любимейших для ценителей искусства. Екатерина Сударева, Ленар Хабибуллин. Вести. Татарстан. На этом пока все. Мы с вами прощаемся. Удачной всем предстоящей рабочей недели. Оптимизма и хороших вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова